А у вас есть бабушка? И у Саши Пушкина была тоже бабушка. И звали ее Мария Алексеевна. Где бы ни работала Нелли Антоновна Туманова, везде появляется музей Пушкина. Будучи учителем русского языка и литературы, комнаты памяти Александра Сергеевича она создала в нескольких школах. Говорит, со временем Пушкину стало тесно в маленьких помещениях. Открыла музей, который работает в Самаре с 2001 года. Собираю все, что касается Александра Сергеевича Пушкина. То есть картины, вырезки из газет. Сначала одна комнатка, потом, так как экспонаты прибывают, кроме меня уже все люди, которые любят Пушкина, чтят Пушкина, кто-то что-то приносит, делает. И у нас две комнаты, три. Книги, портреты, персонажи пушкинских сказок, копии, снятые из дубликатов рукописей поэта. Здесь же свидетельство последних часов жизни Пушкина, когда после смертельного ранения люди толпились у дверей его квартиры, переживая за поэта. Больной находится в весьма опасном положении. Записку с этим текстом Жуковский повесил на дверь в квартиру Пушкина 28 января 1937 года, за день до смерти поэта. В Самарском пушкинском музее хранится дубликат этой записки. Здесь на витрине копия. Документ получен в дар от петербургских коллег. Для тех, кто только знакомится с легендарной судьбой поэта и с богатым пушкинским наследием, музей – кладезь невероятных открытий. Меня заинтересовала, какая у него была семья. Что они, у него и отец, и мать говорили на французском, а няня, бабушка и дядя, они говорили на русском. В Самарском пушкинском музее побывали даже гости из Германии и Японии. Нелли Антоновна говорит, чтобы влюбиться в творчество Пушкина, нужно просто начать читать. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.